Здравствуйте! Меня зовут Стакун Яна, учащаяся 11 класса в армянских яцелесадах средней школы. Каждый человек надеется, что его права и свободы не будут нарушаться другими людьми. Общество будет справедливым и толерантным, а различия, касающиеся цвета кожи, национальности, вероисповедания, взглядов и убеждений, не приведут к ожесточенной борьбе. Да, люди верят и стремятся, однако в мировой истории содержатся страницы, где человечество превзросло за черту человечности. Одним из таких примеров может послужить Холокост. Тема моей работы – Холокост в Островецком районе в годы Великой Отечественной войны. Основной целью моей работы было получить, систематизировать и распространить сведения о Холокосте в Островецком районе в годы Великой Отечественной войны. Были поставлены следующие задачи – собрать сведения о судьбе еврейского населения и узнать, как хранится память о массовой гибели людей на территории района. Пополнить экспозицию школьного музея собранными материалами. Островецкий район был полностью оккупирован немецкими войсками до июля 1941 года, и оккупация продлилась до июля 1944 года. Одновременно с оккупацией нацисты начали поголовное уничтожение евреев. Массовые убийства повторялись множество раз на многих местах. Немцы, реализуя нацистскую программу уничтожения евреев, создали на территории района 6 гетто. В октябре 1941 года, после оккупации территории района в деревне Кемелешки, немецко-фашистскими захватчиками было создано гетто, в котором содержались граждане еврейской национальности, жители местечка Кемелешки и окрестных деревень. Всего в Кемелешках уничтожили более 500 человек. Михалешковское гетто появилось в конце сентября 1941 года. Под него была отведена центральная часть местечка, на сегодняшней улице Победы. Официально Михалешковское гетто было закрыто на марте 1943 года. В нем были замучены и убиты сотни евреев. После оккупации евреев в деревне Быстреца согнали гетто. Последние 143 еврея были убиты в 1944 году в восточной деревне, за несколько месяцев до освобождения местечка. Убитым евреем в Быстреце в 2010 году был установлен памятник. Варняны были оккупированы с июня 1941 года до июля 1944 года. После оккупации евреев согнали в гетто, расположенное на территории возле Костова, на нынешней улице Советской. В 1944 году узников собрали и погнали в деревню Михалешки, где находится сборный пункт. Оттуда евреев пешком погнали в Бильнюс. 173 евреев расстреляли у дороги. Многих, особенно детей, закапывали живыми. Остальных евреев убили в бильнюсском гетто и панарах. Островецкое гетто было создано на территории возле Костела. Узников использовали на самых тяжелых и грязных принудительных работах. Вскоре начались расстрелы. На расстрелы евреев гнали немцы и полицаев. Расстрелы происходили около реки и в лесу по направлению Каменьки. За время оккупации практически все евреи Островецкого района были убиты. А немногие, спасшиеся в большинстве, воевали впоследствии в партизанских отрядах. В районе 4 человека были удостоены почетного звания праведных народов мира. От Израильского мемориального института и от Вашем. Знак глубочающей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны. Раковская Мячеслава, Селевич Ян, Вишневский Станислав и Бронислава. В завершении можно сделать следующие выпады. Холокост не обошел стороной Островецкий район. Здесь погибло много евреев. Существует несколько мемориальных памятников и знаков жертвам Холокоста. Холокост как величайшее преступление перед человечеством, как незабываемая трагедия народа и как нравственный урок будущим поколениям. Очень хочется застать тот момент, когда в мире исчезнут все националистические настроения. Патриотизм – это не только любовь к себе, это еще уважение к другим. Спасибо за внимание.